В Канаде в эти минуты пытаются выяснить все обстоятельства первого в истории теракта в условиях карантина. Нападавший расстрелял 16 человек сразу в двух городах, еще несколько ранены. Сам стрелок пустился в бега, был застрелен. Как такое оказалось возможно, когда на улицах огромное число полицейских, которые следят за соблюдением карантина, власти объяснить не могут. Тем временем нападение стало самым страшным в современной истории страны. Никита Гмыза о том, что известно к этой минуте. Развязка близится. Еще немного, и полицейские его достанут. Активно сопротивляясь, портопикский стрелок будет ликвидирован. Стрелок действовал очень быстро, очень четко. Когда мы приехали и оцепили дом, его уже не было на месте. Мы его выследили и пытались задержать на дороге. Он оказал сопротивление. Переодевшись в полицейскую форму, убийца устроил стрельбу дважды. Сначала в самом городе Портопик убил 10 человек. Катался по улицам на патрульной полицейской машине, словно проверяя, как соблюдается режим самоизоляции, и стрелял по всем прохожим, кого встречал на пути. Если бы было воскресенье, там было бы много жертв. Там автобусная остановка в этом месте, и всегда полно людей, особенно стариков по выходным. Слава богу, в понедельник утром ресторан был закрыт, и там никого не оказалось. Если бы не карантин, который и в Канаде действует из-за пандемии коронавируса, жертв на улицах точно могло быть больше. Полиция оказалась не очень-то и готовой к такому ЧП. Да, он там, в машине, бог мой, бог мой. Киллер где-то здесь, он здесь точно, я слышал выстрелы. Он точно где-то здесь, где-то рядом был. Это не шутки. 51-летний Гэбриэл Уортман, стоматолог, совершенно не похожий на агрессора, еще 12 часов катался и расстреливал людей в 50-километровом радиусе от Портопика. Убил еще пятерых. Я проезжал как раз мимо. Видел, как полицейская машина припарковалась рядом с домом. Парень выбрался почему-то с пассажирского сиденья. Меня это уже насторожило. Он был один в машине. Потом он подошел ближе к дому и начал стрелять. Мы очень испугались. Я дал на газ и уехал подальше. Потом позвонил в полицию. Когда его наконец нашли и отправили группу спецназа, в перестрелке Уортман попал еще в двоих полицейских. Одного офицера ранил, а сотрудница Королевской канадской конной полиции, мать двоих детей Хайди Стивенсон, от пули погибла. Итого 16 жертв. Это самый крупный по числу убитых теракт в современной истории Канады. Спецслужбы выясняют мотивацию Габриэла Уортмана. Видимых причин совершить это ужасное преступление нет. Я в своей практике не видела вообще ничего даже похожего на такое. Мы не знаем, зачем ему понадобились форма и перекрашенная машина. Не знаем, почему он приехал убивать именно на это место. В общем, пока мы ничего не знаем. Личность Уортмана будет глубоко анализироваться. Первый, самый важный вопрос, не было ли у него сообщников и миновала ли опасность с ликвидацией самого стрелка. Никита Гмыза, Семен Еремин и Александр Якименко. Известия специально для РЕН-ТВ.